Находится он как свидетелю самых прекрасных, никогда не написанных в нами рассказов и стихов. В какой-то момент, я говорю, признаться себе, все лучшее, что довелось тебе написать, заключается в паре сотен смс, пятидесятках язвительных осек и логов и тридцати письмах, написанных разным людям по разным поводам и так и не отправленных в трех случаях из пяти. Сдохни, лучше не сможешь. Смс маме из Дели о том, как Амит Ганди сидит на траве у парковки фешенебельного ночного клуба и поет «Туинкл, Туинкл, Литтл Стар». Или о том, как Алекс Скрипка рассказывает за ужином, как пел давеча для пьяненького Дэниела Крэйва. Смс мы исчезающий вид, Анна, ночные пятнистые самоеды разглядяя. Нас свыдают упругие организованные хищники. Ну, у них нет души. А мы состоим из души. Душа заменяет нам все, в том числе печень, совесть и принципы. Смс младшему Крестовскому о том, как славно ехать на втором этаже туристического автобуса мимо трока Дэро и слушать припев его песни «Париж» на таком французском, что Пьер Ришар, когда ему это спели, спросил славненько, а что за язык? Смс Сереже Гаврилову «А сегодня, Сережа, мы спим в пустыне, в палатке, при свете, стало быть, ночничка. Ярмарка в городе Пушкаре, Сережа, разрисованные верблюды, запряженные в полоски, женщины в занавесках, несущие камни на головах. В общем, middle of nowhere. Мы видели настоящих индийских дёти-хорс на перегоне Жайпур Пушкара, до этого так же махал, «И мы думаем о тебе, любимый, и вспоминай нас в своих утренних чертыханих». Или видела только что женщину, стрелявшую с барной стойки пинг-понговыми шариками по посетителям своей, как бы это сказать, полегче, пещеры наслаждения. Двух тайцев в баре для геев, одного обдолбанного слонёнка с расстоянию вытянутой руки. Надеюсь, ты там тоже себя бережёшь от потрясений. Спокойной ночи. Длинная исповедь вдогонку человеку в другой стране, который ушёл уже с работы, Оставив окошко мессенджера открытым, и бежит по хрусткам о снегу домой. Ты пишешь ему, что знаешь, в какой он шапке, и какая тонкая подошва его кедов, И как дорог бы дала, чтобы ничего не помнить об этом. Письмо, начинающееся фразой мальчик мой, никогда не брей, но когда пьян. Порежешься, и будешь ходить в пластыре, как придурок. Ответы орлуши на Москву с собой накрыло лето, асфальт под солнцем тупым леет вопрос. Поэт влюблён в поэта размер значения не имеет, для звёзд подобного калибра они и без него умеют, Это доностиший леверлибра. Весь вот этот святой искристый гон, прямые включения из каждого угла раскинувшейся внутри страны ос, Обступившего снаружи Марса, который ничего тебе не стоит, Никакой сверхзадачи не заключают, только жгучую потребность дотянуться и осалить своим счастьем или изумлением. Поэтому, как только ты пытаешься выпить из этого душистый с румяной гормушкой рассказ, Он начинает плесневеть прямо под пальцами. Ложь, ложь и ложь. Я сравнялась по результативности с садовым гнумом. Шутки про безнадёжность больше меня не смешали. Весь блокнот зачёркан обрывками фраз и четырьмя вариантами рифмы к одному слову в столбик, Но собрать из этого что-нибудь похожее на текст, Чтобы умерцал, тёк и разговаривал моим голосом, Удаётся чёрт из два. Получается то дорожный указатель, То пошаговая инструкция к киндер-сюрпризу, То пост жжа. Аплодисменты.